Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Наталья Белышна. Мера для Рассашанского. Для подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской потребовали ареста. Что решил суд? Денег не будет. Все бюджетники Черкасс стали заложниками депутатских каникул. Сколько еще продлится пляжный сезон? Засиделось. Что может лишить Ангелу Меркель возможности баллотироваться на место канцлера? Сегодня под Киевом попрощались с Ириной Ноздровской. Правозащитница, напомню, исчезла 29 декабря. Уже 1 января было найдено ее тело. Вчера в полиции сообщили, что задержали подозреваемого Юрия Рассашанского. Это отец Дмитрия Рассашанского, виновника в гибели сестры Ирины. Какие детали произошедшего известны односельчанам и друзьям Ноздровской, расскажет Елена Зорина. В село Демидов здесь уже который день дежурит полиция, чтобы не допустить эксцессов. Родители убитой правозащитницы и подозреваемые живут на одной улице через перекресток. Дорогу к дому Рассашанских, сын которых насмерть сбил сестру, погибшей Ирины правоохранители перекрыли. К дому родителей убитой идут сотни людей, чтобы попрощаться. У меня тоже детину убил, наркоман ехал. Она нам и подсказывала, и помогала. Светлая память девочки. Тело больше недели не отдавали родным. Из-за экспертиз матери до последнего смерти уже второй дочери не говорили. Это убийство поставило на уши не только весь Демидов, но и всю Украину. Исчезнувшую правозащитницу Ирину Ноздровскую искали три дня, но нашли уже мертвой в местной реке на выезде из села. Версий произошедшего было много, рассказывает общественная активистка Лидия Гончаренко. Она помогала юристке в суде с делом погибшей два года назад сестры Светланы Сапатинской. Говорит, в убийстве Ноздровской подозревали и наркоманов, и бывшего возлюбленного Ирины. Только под давлением общественности взялись проверять родственников виновника аварии. Сама Лидия уверена, мотив был. А вот коллеги в этом сомневаются. Ирина просила уже для этой особи убивцы сестры 8 лет. И она сказала на последнем суде, это 27 грудня, что она готова надать доказы фальсирования судово-медической экспертизы по сестре. Если женщине погрожили два с половиной года, то эта семья, если она сказала это на каждом суде, если она писала заяву, если били ее доньку, понимаете, и была открыта криминальная справа, то нужно их проверить. Ну, я бы еще проверила судя, этого дядька, которого Ирина, очень боялась. Я знаю, что их сразу выкликали на допыт, сразу. Ну, и что, тиждень шукали, чтобы найти батька? Ну, вы видели, сколько все это шукало, сколько было затрачено, усилився, вся края на вухах стояла и нашли батька через тиждень. Ну, думаю, что это не вина. В селе, говорят, Рассашанских мало знают. Они жили больше в Киеве. В Демидов приезжали, как на дачу. Но то, что с их стороны были угрозы, в адрес Ноздровской подтверждают. Хотя и сомневаются, что отец виновника ДТП Юрий Рассашанский – настоящий убийца. Конфликты, конечно, были. А как же? До того не были. После этого, как убили сестричку, убили. И батька не один раз сказал, как приезжал из заседания, что на суду еще угрозы были. Люди говорят, что батька Рассашанского этого сделать не мог за станом здоровья. Что он инсульт перенес еще пять лет назад. И что он загляд с палочкой уходит. Отпевают Ирину Ноздровскую в закрытом гробу. Хоронят на сельском кладбище рядом с погибшей в аварии с сестрой. Активисты расследования убийства правозащитницы обещают довести до конца. А уже завтра планируют собраться возле генпрокуратуры. Требовать отчета о ходе дела. Елена Зурина, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И сегодня Выжгородский райсуд провел первое заседание по делу убийства Ирины Ноздровской. В суд доставили задержанного Юрия Рассашанского, обвиняемого в убийстве юристки. Ему избирали меру пресечения. Что решил суд и признал ли свою вину подозреваемый, мы узнаем у Инны Томиной. Мои коллеги, она находится на месте с нами на связи сейчас. Инна, что стало итогом сегодняшнего заседания, расскажи, пожалуйста. Добрый вечер. Буквально за полчаса до завершения работы Выжгородский райсуд все-таки провел первое заседание по делу убийства Ирины Ноздровской. В суд доставили ранее задержанного Юрия Рассашанского. Именно его подозревают в убийстве. Прокурор просил два месяца держания под стражей, пока идет расследование. По его словам, Рассашанский живет очень близко от семьи убитой и может им угрожать. А также он уничтожил часть улик. Сам Рассашанский на суде своей вины не отрицал, но с мерой пресечения не согласен. Он боится за безопасность своей семьи. С подозрением согласен. Стриманием педва тюни. С одержанием под стражей не согласен. Потому что я переживаю за свою семью. За жену, детей, внуков. Они переживают за меня. Жена пережила. Что я несла, а ми пронесу. Также я имел возможность слышать угрозы в свой адрес. В адрес моей семьи. И я тоже переживаю. У меня есть постоянное место работы. И я никуда от следствия не прятался. И прятаться не собираюсь. Защита подозреваемого также категорически была против его содержания под стражей. И просила домашнего ареста. Мы считаем, что страна обвинения не дала любую информацию объективную и достоверную, которая может быть врахована судом при обранье. Найсуворейшую меру запобежного захода в целом. В период с 1 сечня по день затримания Росошанский не выполнял никаких действий, спрямованных на перешкод будь-яких для неналежного или неповного объективного расследования данного криминального правопроводжения. На суде также присутствовали и адвокаты семьи Ноздровской. Они пожаловались на то, что их не допускают к материалам дела. И даже о сегодняшнем заседании они узнали из прессы. Кроме того, пообещали тщательно изучить улики, поскольку сомневаются, что Росошанский – реальные убийцы, а не назначены. В итоге суд стал на сторону обвинения. Посадил Росошанского в СИЗО на 2 месяца до 8 марта. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Инна Анатомина, о том, что подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской и Юрия Росошанского взяли под стражу на 2 месяца. Президент поблагодарил полицейских за быструю реакцию в деле об убийстве правозащитницы Ноздровской. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством нацполиции. Петр Порошенко отметил, что это преступление вызвало большой резонанс не только в Украине, но и за рубежом. В то же время он подчеркнул, что нераскрытыми пока остаются другие громкие дела, расследования которых нужно завершить. Грунтовная, базирующаясь на национальной полиции. Швидкая реакция и эффективные действия по пошуку и затримке подозреванного есть как знака мягкости работы национальной полиции. Хочу оголосить, что такая самая эффективность должна быть продемонстрирована и по другим резонансным справам. Вы помните очень больную справу Шеремета. Трое раненых за минувшие сутки. В зоне АТО снова горячо. Почти 4 часа боевики били по украинским позициям на Светлодарской дуге. В районе Мариуполя открыли огонь из минометов запрещенного калибра. И уже сегодня, в первой половине дня, два обстрела. С передовой с подробностями Геннадия Вивденко. Пока ротация пришла, они сейчас пристреливаются по нам. Каждое утро ведется обстрел. Мы не отвечаем. Просто пока наблюдаем и все. Приходится загадывать. Вот пожалуйста. Это обстрел. По нам ведется огонь. По нашей позиции обстреливают. Вот сейчас вы можете слышать. И чего бьют? Ну, это скорее всего автомат. Стрелковое оружие. У вас он... Вот уже ближе. Попушки называют. Да, разрывные патроны. Такие неприятные. Очень. Это уже АГС. Уже второй день, несмотря на новогоднее перемирие, украинские воины укрываются в окопах. В целях экономики. Молодцы. Работать здесь умеют. Ну и само собой. Если же будет команда на подавление противника, всегда готовы работать. Стоим уверенно. Противник использует огонь из АГСов, СПГ, также стрелковое вооружение для прикрытия работы снайпера. Приходится вот так вот пригибаться здесь на передовой, на огневой позиции. Огневая молчит без приказа. Под обстрелом десантники проводят новый день под оккупированный Ясиноватый. Вот сейчас идут приходы со стороны противника. Простреливают. Ночью еще жестче. На утро, в принципе, так, более-менее. Презатихают. Ну, такое. Постреливают, конечно же. Ночью вообще страшно. Ну, ничего страшного. Все будет хорошо. Ну, не допускаем ни их наступления, ни прорыва ДРГ. И... Что это было только что? Где? Вот это? Это пули летают. Противник, по словам военных, сейчас страхуется, опасается выпадов с нашей стороны и постоянно простреливает. Странный есть такой еще вот момент, знаете, вот чисто из психологии человека. Вот когда вот так вот, как мы сейчас слышали, свистели пули, эти психологии привыкают человека, что надо, что хотя бы какой-то свист должен быть пуля. А тут сидишь вот, и ни одной пули не свистит, и даже немножко вот так страх даже появляется, потому что ждешь, что противник думает, ага, раз не стреляют, значит, можно что-то совершить, какую-то вылазку, какую-то операцию. Ну, и поэтому, поэтому такая, немного в напряжении мы все тут. За минувшие сутки в украинской армии трое раненых. Двое от огня снайпера под Новотроицким. Как только мы эвакуировали первого, буквально через 10 минут нам поступил вызов, что есть второй. На момент эвакуации у обоих бойцов состояние было средней тяжести, стабильное, они были в сознании. На израильском курорте едва не зарезали племянника французского премьер-министра, так утверждают британские журналисты. Они пришли к выводу, довольно неожиданному, что это связано с жесткой позицией Франции относительно вопроса Иерусалима. Детали этой истории расскажет Сергей Ауслендер. Нападение произошло еще в первых числах января. Трое туристов из Франции прогуливались по набережной курортного города Эйлад, когда у них вышел конфликт с компанией подвыпивших молодых людей, предположительно израильтян. Слово за слово конфликт перерос в драку, в которой трое французов получили ножевые ранения. Нападавшие скрылись, пострадавших доставили в местную больницу, там им оказали помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает. Полиция проводит расследование, предположительно драку спровоцировали местные жители. И все бы ничего, подобные происшествия все-таки случаются практически в любом курортном городе, но тут неожиданно выяснилось, что вроде как один из пострадавших – племянник французского премьер-министра Эдуарда Филиппа. Так, во всяком случае, утверждает влиятельный британский таблоид Daily Mail. Его журналисты написали, что нападение произошло после заявления Трампа о признании Иерусалима израильской столицей. Франция заняла по этому поводу очень жесткую позицию, осудила это заявление. И по утверждению Daily Mail между всеми этими событиями, то есть признанием Трампом Иерусалима, нападением и жесткой позицией Франции, есть связь. А в израильской полиции считают, что связи никакой нет. Это обычный криминальный инцидент. И пытаться притянуть сюда события вокруг Иерусалима просто нелепо. Так, говорят в Израиле, во всяком случае, окончательные выводы можно будет сделать только после того, как полиция закончит расследование и задержит нападавших. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. В Одессе школьникам продлили каникулы. Отдыхать они будут еще неделю. Такие меры приняты из-за угрозы распространения кори. Об этом сообщил начальник городского департамента образования. По ее словам, детям рекомендовали продлить каникулы, чтобы в этот период они меньше общались. А те, кто не привит, смогли это сделать. Напомню, за минувшую неделю в больницу с корью попали около 20 пациентов. Более половины из них дети. Тем временем в Николаеве продолжает расти заболеваемость с гепатитом А. Инфицировано уже 62 человека. Хотя всего пару дней назад в Минздраве уверяли, что эпидемии нет. Большинство заболевших в состоянии средней тяжести сейчас находятся. У двух человек тяжелая форма. Пока диагноз подтвержден от 24 пациентов. Предположительно, источник заражения это питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива. В Новый год с новыми ценами. Мясо, стоимость которого в прошлом году стремительно росла, теперь уступает овощам. Они подорожали более чем на треть. Такой скачок эксперты объясняют отсутствием помощи аграриям. И не исключают, что в следующем году этот тренд распространится и на другие виды продуктов. Сказалось и отмена льготного НДС для аграриев, которое было два года назад. Здесь сказались и отказ от выплаты дотации сельхозпроизводителям. Хотел бы сказать, что те выплаты, которые возобновили в 2017 году, они практически не касались производителя овощей. Кроме того, просто выравнивание цен с Европой. В 2018 году мы будем видеть, что цены постепенно будут расти. Мы от этого никуда не уйдем. Инфляцию в мире никто не отменял. Другой вопрос, что при нормальном управлении такой рост цен, как уже был в 2016-2017 году, уже будет просто невозможен. Правительство поддержит развитие агросектора, так заявил премьер-министр и созвал по этому поводу совещание Кабмина. Гройсман сообщил, что программа поддержки агропредприятий уже запущена. Она предполагает развитие животноводства и машиностроения. Глава правительства убежден, что программа это поможет оснастить хозяйство новой техникой, увеличит также количество рабочих мест. И по словам Гройсмана, опять же, все это станет реальностью уже в этом году. Мы впервые, я тоже считаю беспрецедентно, приняли решение про цельную поддержку украинского фермерства. Мы создали продукты, которые позволят нам поддерживать финансово весь тваринский комплекс. Я хотел бы, чтобы мы максимально за 2018 год нарастали количество и молочно-товарных комплексов. У нас растет экспорт, нам нужно насыщивать внутренний рынок качественным и недорогим мясом. И для этого мы создали программу, которая будет иметь больше 4 миллиардов гривен такой поддержки. А вот Черкассы встретили Новый год без бюджета. Исполкомы, Горсовет собирали несколько раз, чтобы утвердить смету. Но тщетно большинство избранников так и не соизволили явиться. Что же теперь, выяснял Станислав Кухарчук. После праздников Третьей городской больницы Черкасс настоящий ажиотаж. За эту неделю количество обратившихся за помощью возросло чуть ли не втрое. По решению Горсовета, в первый день лечения каждого пациента обеспечивают препаратами за счет бюджета. Старшая медсестра показывает шкаф с медикаментами. Говорит, за время праздников его содержимое изрядно сократилось. Лекарств пока хватает, уверяет заместитель главврача. Остались еще прошлогодние запасы. Но надолго ли? Вопрос. А вот закупать препараты не за что. Вторую неделю город живет без бюджета. Под угрозой не только закупка лекарств и выдача зарплаты. Вся бюджетная сфера фактически парализована. Главный финансист объясняет, первое время город мог бы жить по усредненным цифрам прошлогодней сметы. Но ни исполком, ни депутаты ее не утвердили. Зобовязан был выполняющий комитет схвалить и подать на расследование Рады проект бюджета, затвердить 1.12 и жить спокойно, пока Рада не прийме решение. Ну-ка, как спокойно. Безусловно, 1.12 не будет足ить на полный комплекс выполнения всех работ. Уже который раз депутаты и члены исполкома срывают утверждение даже проекта горбюджета. С конца года на сессиях тотальная неявка. Сегодняшняя попытка собраться тоже закончилась ничем. Из 15 человек пришли семеро. Чтобы стулья не пустовали, места заболевших и отпускников заняли обезглавленные манекены. Судьба городского бюджета и зарплат 15 тысяч жителей Черкас окончательно должна решиться завтра, на неочередной сессии горсовета. Официальные депутаты на каникулах. И захотят ли их прерывать? Пока под вопросом. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Харьковская и Сумская области стали на 7 километров ближе. Именно столько приходилось объезжать водителям из-за аварийного путепровода. На ремонт Губаревского моста не могли найти денег последние 10 лет. И вот в мае 2017 года средства наконец-то выделили. За полгода строители фактически заново возвели это сооружение. Обещают, что теперь мост простоит не менее полувека. Все подробности расскажут мои коллеги. Губаревский путепровод над железнодорожным полотном на границе Харьковской и Сумской областей закрыли 10 лет назад. И все эти годы люди вынуждены были объезжать этот участок околицами. Вместо 55 метров по мосту делали крюк в 7 километров. За восстановление моста взялись в мае прошлого года. Фактически его пришлось строить заново. Чтобы уложить железобетонные балки приходилось даже останавливать движение поездов. Технологически предусмотрены согласования окон, которые позволяли бы выполнить монтаж пролетных строений. Это самая главная задача была на этом мосту. Балка 24 метра, поэтому движение только было ограничено на короткий промежуток времени. Необходимо для моста. Это было два дня по 6 часов. На этом участке в сутки проезжает 20 тысяч автомобилей, в том числе большегрузных, рядом элеватор. Так что за 10 лет непредназначенная для таких машин объездная дорога пришла в негодность. Восстановить ее обещают уже в нынешнем году. Взагалі траса Харьков-Сумы, вона знаходиться в крайважкому стану. И вона потребует капитального ремонта, якого не бачила с днів ее існування. Вже в державный бюджет закладено финансование. Я дала відповідное доручение областной службе автомобильной дороги щодо розробки необхідной документации с подальшим ее утвердженням на технічній раді Украфтодору для того, щоб приступити до повного ремонту цієї траски. Это уже третий мост, который восстановили в Харьковской области за последний год. В августе президент открыл мост в городе Изюм. А неделю назад полноценно заработал путепровод в поселке Писачин. В этом году обещают закончить ремонт дорог, соединяющих Харьковскую область в Сумской и Донецкой, а также трассы Чугуев-Миловое. В Запорожье 36-летний мужчина несколько дней шантажировал полицейских, угрожая убить свою семью. Сначала он заявил, что зарежет жену, но после общения с патрульными отпустил женщину. Его доставили в райотдел, допросили и отпустили. А уже на следующий день он сообщил, что отравит газом троих маленьких детей. Таким образом, по словам шантажиста, он хотел проучить супругу, которая якобы ведет аморальный образ жизни. В полиции уверяют, что криминалов в действиях мужчины нет. А вот в соцслужбе утверждают, что не раз обращались с просьбой лишить родителей прав, но им отказали. В Украине бум аферистов, пользуясь ситуацией в зоне АТО и проблемами людей с финансами. Псевдо-волонтеры и мошенники собирают у доверчивых украинцев пожертвования, а затем частенько просто исчезают. Правоохранители оказываются бессильны. Жертвами таких схем стали тысячи украинцев. Как отличить мошенников от настоящих благотворителей, разбирались мои коллеги. На шумевшей истории из Херсона псевдо-волонтер Николай Русавский собрал почти миллион гривен на рации для бойцов АТО. Обещал купить подешевле, однако оказался мошенником. Амуницию солдаты так и не увидели, судебные тяжбы тянутся и по сей день. Очередная афера Ужгород. Злоумышленники под видом госструктур вымогали у предпринимателей деньги на лекарства для беженцев и атошников. Лишь после того, как один из бизнесменов обратился в полицию, вымогателями занялась СБУ. Однако найти их не удалось. Таких историй десятки. Тернопольская область. Мошенник украл 3,5 миллиона гривен, которые родственники собирали на лечение девочки больной лейкемией. Ривненская область. Псевдо-волонтеры собирали деньги якобы на лечение мальчика, получившего ожоги 70% тела. Уже после того, как он скончался в больнице. В Золочеве в маршрутках собирали деньги якобы для больного мальчика, однако затем просто вынимали средства доверчивых горожан из боксов и забирали себе. С такими аферистами могла столкнуться и семья Полуляхова из Днепропетровской области. Летом этого года врачи поставили Сергею страшный диагноз – рак четвертой степени. Чтобы спасти от сутра их детей жизнь, потребовались заоблачные суммы. Однако у семьи их попросту не было. Наслушавшись истории о мошенниках, за помощью обратиться боялись, рискуя потерять и оставшиеся деньги. Однако помощь пришла. Мы обратились в фонд Владимира Митяна, в фонд «Возрождение». Сразу же приехали, нам сделали социальное сопровождение. С нами ездили по больницам, с нами сдавали анализы, с нами оказывали финансовую поддержку. Спасать человека нужно было срочно. Во-первых, что сильно, сильно, полностью опухшее лицо было. Лимфовозы начали давить в горло, сжимать. Ну, короче, уже дышать не мог. Теперь Сергей идет на поправку. Прошел пять курсов химиотерапии. Это более ста тысяч гривен. Остался еще один последний. Все оплатил фонд. «Возрождение». Если бы не они, я бы, наверное, приписал, но рядом не стоял бы. Так что, потому что я был уже очень плохой. Я уже думал, что все, уже не выживу. Но, в принципе, я бы не выжил без помощи фонда. Каждый месяц здесь помогают тысячам таких людей, говорит президент фонда «Возрождение» Виктория Мунтян. Дети, которые больны, больны онкологией или больны ДЦП, и это пожилые люди. И мы понимаем, что это как две категории людей, которые, ну, скажем так, очень сильно нуждаются в помощи, и они менее всего защищены. Мы 56 различным медучреждениям на постоянной основе тоже помогаем, вешаем телевизоры, помогаем с определенным оборудованием для лечения. О псевдоволонтерах и мошенниках здесь наслышаны. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно в первую очередь смотреть на реальные дела, говорит Виктория. Всегда вникнуть, действительно ли тот фонд, который обещает помогать, он это делает. И это на самом деле не сложно. При желании можно узнать, проверить, как этот фонд работает, что он на самом деле делает, правда это или не правда. Наш фонд, фонд Владимира Мунтяна, он очень прозрачный. В принципе, мы создали его, вот, значит, мы начали вот просто с нашей семьи. Людям здесь помогают уже более 15 лет. Покупают лекарства, оплачивают дорогостоящее лечение и операции. Кроме помощи онкоцентрам и детям с ДЦП, в фонде ежемесячно помогают и тысячам пенсионеров, предоставляя им продуктовые наборы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Канцлер со сроком годности в Германии предлагают запретить одному человеку руководить правительством более двух раз. Что это, забота о стране или камень в огород Ангелы Меркель, выясняла Татьяна Лагунова. Два срока и на политический покой немецкие ассоциал-демократы предлагают изменить временные рамки полномочий канцлера и запретить одному и тому же политику занимать пост главы правительства более двух раз к ряду. С таким предложением выступил один из влиятельных СДКов и заместитель председателя Бундестага Томас Опперман. Ранее он не раз открыто заявлял Ангеле Меркель, давно пора добровольно уступить место другим. В интервью одному из немецких изданий политик сказал, работа канцлера самая тяжелая и ответственная в стране. Долго находясь у власти, лидер устает, не может находить новые импульсы и реагировать на вызовы. Поэтому Опперман предлагает увеличить срок полномочий правительства с нынешних четырех до пяти лет, но запретить одному и тому же политику занимать кресло канцлера больше двух сроков, то есть десяти лет. Христианские демократы и Ангела Меркель на предложение Опермана пока не отреагировали. Сейчас они пытаются сформировать с СДКами большую правящую коалицию. Переговоры в самом разгаре и, возможно, в окружении канцлера решили не ссориться по пустякам. Канцлерский срок, озвученный представителем социал-демократов, Ангела Меркель пересидела. Она руководит Германией уже 12 лет. И если сейчас ей удастся сформировать правящую коалицию и удержаться в кресле полный четвертый срок, у Меркель есть все шансы повторить политический рекорд Гельмута Коля. Канцлер немецкого единства управлял страной 16 лет. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И продолжаются перестановки в британском правительстве среди троих уволенных министров-консерваторов. Марк Гарнье. Он лишился своей должности, должности министра торговли, из-за скандала 8-летней давности. Как оказалось, Гарнье просил свою помощницу покупать для него секс-игрушки, а также употреблял в ее адрес непристойные выражения. Напомню, ранее из-за секс-скандалов без кресел остались также первый министр Домиан Грин и министр обороны Майкл Феллон. 13 тысяч туристов застряли в швейцарских Альпах. Снегом завалило горнолыжный курорт Цермат. Из-за опасности схода лавин там закрыли горнолыжные склоны. Полностью остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение. Власти уверяют, что повода для паники нет. В городе уже восстановлена подача электроэнергии. Когда снегопад утихнет, туристов обещают эвакуировать на вертолетах. Калятки под стук колес. В Одессе прошел традиционный рождественский парад трамваев. О том, как город может внезапно погрузиться в атмосферу волшебства, расскажет Андрей Анастасов. В назначенное время из трамвайного депо в разные концы города отправляются пять необычных вагонов. Снаружи праздничная иллюминация, внутри ряженые. Разносят по окраинам благую весть о Рождестве Христовом. В данном случае хорошее настроение, оно рождает новые идеи, оно рождает новые эмоции. Открывает сердце человеческое к другому человеку. Поэтому церковь всегда только выступает за поддержку вот таких целей в человеческой жизни. Дарить себя другому. Вместо вагоновожатого Дед Мороз, вместо кондукторов музыкальные коллективы одесских храмов. Есть и простые прихожане, которые поют и даже отплясывают на ходу. После сорокодневного поста люди разговляются, ликуют, восхваляют рождение Христа. И отсюда и такое настроение. Курсируя по Одессе, праздничные трамваи делают остановки. Пока колядники поздравляют прохожих и раздают детям сладости, вагоны заполняются пассажирами. Одни специально пришли на акцию, другие оказались здесь случайно. И вот уже все вместе поют не только колядки, но и популярные песни. И уносит меня, и уносит меня, и я через детский зал. Как сказочный трамвайчик, вот и внучка моя захотела покататься на этом трамвайчике. Я говорю, поедем, загадаю желание на Рождество, сбудется. Далее все пять вагонов собираются в праздничную колонну и направляются на Старостяную площадь. Здесь, возле елки, установлен рождественский вертеп. Ряженые поют колядку, а после отдельные коллективы, исполняющие дрифки, в оригинальной аранжировке. На площади собралось немало людей, особенно довольно детвора. А песни о чем были? О Иисусе Христе. Потому что у него день рождения сегодня. Организаторы довольны тем, что такому одесскому примеру последовали жители и других городов. Рождественские троллейбусы и трамваи появились на улицах Киева, Харькова и Мариуполя. Теперь надеются, что эта традиция распространится и дальше по стране. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин.